МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите нам, пожалуйста, о предыстории Мазутного озера. Как давно появилась проблема? Проблема эта возникла в 2008 году. При банкротстве завода МИБЕЭКС, гидролизного завода у Чубаканского, одним из конкурсных управляющих, пока я не знаю, кто давал, там и два управляющих было за время банкротства, значит, было продано три танка, емкостью каждый по три с лишним тысячи кубов, значит, на металлолом. Но в двух из них оставался топочный мазут, ну, в объеме 300-340 кубов. И танки порезали на металлолом, мазут слили на грунт. В прошлом году, значит, я вступил в Общероссийский народный фронт. И первым, так сказать, действием, которое мы предприняли, это опять будировать этот вопрос по уборке Мазутного озера. Для чего пригласили, значит, провести, принять участие в нашей проверке представители Росприроднадзора российского по Хакасии. Им было отправлено письмо, значит, ну, и они нам, так сказать, ответили на полутора листах, почему они этого делать не могут, проверять туда и ехать, и отправлять специалистов не могут. Но, так сказать, с издевкой пожелали нам успеха в нашем благородном деле и остальных пожеланий, которые уместились в три строчки. А полутора листами нам писали, почему они не могут поехать. Значит, ну, мы, написав свой отчет об этом происшествии, или, как сказать, нарушении экологическом, отправили его в Центр общественного мониторинга Центрального штаба ОНФ в город Москву. Там, изучив эти материалы, материалы эти были представлены депутату Госдумы Гутеневу Владимиру Владимировичу, который, изучив их, произвел два депутатских запроса. Один в адрес Следственного комитета России на имя господина Бастрыкина, а второй на имя господина Домского, министра природных ресурсов и экологии, кому подчинен Росприроднадзор. Ну, пока реакцию господина Домского я не знаю, какова она. Значит, но реакция Бастрыкина была почти практически моментальной. Было дано задание, значит, нашему республиканскому следственному комитету, и они возбудили уголовное дело по факту розлива, и ведется на сегодняшний день следствие. Когда вот это дело все зашевелилось, значит, зашевелились и наши власти. Значит, было раньше, до этого еще было проведены три совещания на уровне заместителя главы правительства республики Хакасия Крафт Владимира Александровича, где были приняты, ну, ряд нужных моментов. Значит, Росприроднадзор обязали сделать расчет экологического ущерба данным нарушением, который составил 24 миллиона 700 тысяч с копеечками, и объем загрязненного грунта в объеме 1056 кубов. То есть оценили ущерб? Оценили ущерб они. Значит, представили этот отчет как положено, хотя он спорен, но дело не в этом. Значит, также, значит, по поручению было дано задание провести отбор проб в реке Енисей на предмет проникновения мазута туда, но здесь вот, если вам показать его, это смешно. Значит, отбор проб проводился вверх по течению реки Енисей, вплоть до впадения реки Абакам. Для чего, не знаю, мазут вообще не пароход, вверх по течению не плавает. Может перемещаться только вниз по течению. Значит, также было предложено сделать предложение на предмет, предложение метода ликвидации данного загрязнения. Значит, мной, как специалистам, был предложен метод ремедиации. Значит, и... А поподробнее это что за метод? Это метод ремедиации, это метод уничтожения или метод обезвреживания загрязнения на месте. Либо на специальной площадке рядом строится площадка и делается обезвреживание, либо прямо на месте делается обезвреживание. А обезвреживание оно... Применяются биопрепараты, которые, значит, бактерии которых питаются углеводородами. То есть мазут за определенный период времени, ну, это в теплый период, в летний период составил бы 4, 5, 6 месяцев. В зависимости от того количества внесения препаратов и количества содержания мазута. Значит, тут же, значит, был предложен метод на совещании руководителем управления Росприроднадзора. Давайте завезем туда еще побольше песчаногравийной смеси, все это перемесим и вывезем на полигон, на Черногорский полигон или на строительную площадку. Но вывоз на строительную площадку, на любую, на дорогу ли это, здание ли это, это проблематично. Для того, чтобы его положить в основание строительной площадки или дороги, нужно согласовать с проектировщиками. А ни одна проектная организация, я не думаю, что пойдет на то, чтобы в основание укладывать загрязненный мазутом гравий, песчаногравийную смесь. Потому что любой проект проходит экологическую экспертизу. И навряд ли бы такой проект прошел вот такую экспертизу. То есть, по вашему мнению, загрязнение все равно остается, да? Конечно. И вывоз данного грунта, что они собираются сделать сейчас, на полигон, ну, тоже не отвечает экологическим нормам и требованиям. Так как наш полигон твердобытовых отходов, а не промышленных. Это первое. Второе, значит, складирование по классу опасности разных отходов. В частности, вот этот отход является отходом третьего класса опасности. А полигон наш может принимать четвертый, пятый. И, ну, это влекет большие последствия. Мы можем оставить город Абакан, Черногорску-Себакан, без места складирования твердобытовых отходов. То есть, город будет засыпаться, заваливаться отходами. Теперь к самому методу хотелось бы вернуться. Вот они посчитали 24 миллиона 700 тысяч за загрязнение грунта. Вот именно грунта мазутом. А чем может отличаться загрязнение грунта? Либо мы мазут вылим на грунт, либо грунт положим в мазут. Чем будет отличаться? Грунт будет загрязнен. А это природный ресурс, который мы обязаны сохранять. Или, если использовать, то рационально. Вчера делали геосъемку. Значит, определили уже на сегодняшний день, что там грунта уже добавлено к тому замазученному грунту еще порядка 1300 кубов. Если у нас было 1056 загрязнено, то 1300 уже добавилось. И теперь Росприроднадзор по всем нормативам, правилам и законам должен посчитать экологический ущерб, предъявить его к удержанию исполнителю вот этого безобразия, так сказать. Я вот написал письмо, это было еще в феврале месяце прошлого года, нынешнего года, в феврале месяце. Вот здесь я пишу крафту о том, что мной отправлены письма в адрес председателя арбитражного суда Красноярского края и главе муниципального образования Усебаканского района Репчевскому, где объясняю, что провести оценку данных работ на сегодняшний день без разработки проекта организации работ и определения степени масштаба загрязнения путем инженерно-экологических изысканий не представляется возможным. И мои высказывания о том, что дословно я говорю, сколько это будет стоить, я спрашиваю, может 25, может 30 миллионов, может быть меньше, а может быть больше. Я сказать не берусь. Без расчетов я не могу сказать этого. Вот скажите, вот сложилась данная проблема. Чтобы дальше не возникали подобные ситуации, какие меры нужно предпринять? Ну, изменения в законодательстве. Над этим вопросом надо работать более, так сказать, более специалистом, чем я. Я просто инженер-эколог. А там надо еще, ко всему прочему, надо как-то иметь и юридическое образование, и формировать законодательство я не могу, и даже влиять на это. А вот исполнять то, что на сегодняшний день уже есть, какие законы приняты, какие законы, значит, действуют, исполнять их надлежит каждому, для того, чтобы вот этого не было. Вот, чтобы предотвратить вот это вот, должен был Росприроднадзор, который в то время курировал, значит, исполнение экологических обязательств данным заводом. По акту раздела полномочий на 2007 год, значит, этот завод должен был курировать Росприроднадзор. И на время банкротства по закону 89 ФЗ, глава 3, статья 10, пункт 2, они были обязаны выдать экологическое заключение конкурсному управляющему, где должны были четко расписать, какие отходы и куда он должен деть. Этого сделанного со стороны Росприроднадзора нету, не было. Значит, за счет бюджета республики там была ликвидирована кислота, и погиб один человек в то время, во время банкротства. Значит, 80 тонн кислоты, 30 тонн фурфурола, яда, было ликвидировано. Все за счет бюджета республики производилось. И теперь вот ликвидация вот этого мазутного озера опять лягет на бюджет республики, а должно было производиться за счет банкротства предприятия. Это его прямые обязанности конкурсного управляющего. Мною было написано письмо председателю арбитражного суда Красноярского края о том, что их конкурсные управляющие ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что привело к ущербу или нанесению ущерба бюджету республики Хакасия. Значит, я предложил тогда еще и даже крафту подать на арбитражный суд Красноярского края, в суд, на возмещение вот этого ущерба. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по данной проблеме? Да. Возбуждено дело по факту розлива. И по факту виновного возбудят уже позже, когда установят факт розлива, будет установлено, и после этого, на основании только этого, будет возбуждено дело в отношении лиц виновных в данном нарушении экологическом. Алексей Иванович, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам и ответили на наши вопросы. Хочу напомнить для наших телезрителей, что сегодня обсуждалась проблема Мазутного озера, и на наши вопросы ответил представитель Общероссийского народного фронта Вернигоров Алексей Иванович. Всего вам самого доброго!